Доброе утро! Подходит к своему завершению месяц март, который открыл весенний период. Плавно переходим в апрель. Уж не знаю, чего ожидать от этого месяца, но март был откровенно непонятным в плане погоды. Но у нас в студии всегда погода и атмосфера теплая и дружелюбная. А все благодаря моей солнечной и позитивной соведущей Жайна Цулейменовой. В компании с Бериком и Жак Сагалиевым по-другому и не получается. Доброе утро, дорогие друзья! Вы на кнопке хорошего настроения и добрых новостей. В эфире программа «Новое утро», генеральным спонсором которого является строительный холдинг K7 Group, где можно приобрести уютные квартиры комфорт-класса в жилом комплексе «Алия», а также «Абурой». Варианты приобретения жилья разные. Можно за наличный расчет, можно в кредит, через банки второго уровня или по государственной программе от «Басы Банк». А можно использовать часть пенсионных накоплений, если есть возможность досрочного снятия. Также по программе «Трейд-ин» можно обменять любой транспорт, включая спецтехнику, на заветные квадратные метры. Так что торопитесь и переводите с собой родных и друзей, которые также озадачены покупкой новой квартиры или расширением. В этом случае у вас есть возможность заработать еще и 200 тысяч тенге. Есть такой приятный бонус от нашего спонсора. За полной информацией обращайтесь в офис компании по улице Озижубановой, 13D, офис 14. Строительная компания «Гей-7 Групп» – ведущий застройщик Западного Казахстана. Более 15 лет работы. Актау, Атырау, Актобе, Алматы. 15 данных объектов. Коттеджный городок. 105 таунхаусов. Микрорайон Шанура. 7 тысяч семей проживают в наших домах. Квартиры от мини-студий до пентхаусов. Коммерческая недвижимость и два бизнес-центра. Сдано в эксплуатацию более миллиона квадратных метров. 15 жилых комплексов возводится сегодня по Казахстану. Жилые комплексы. Более 20 партнеров. Входим в топ-10 застройщиков Казахстана по объему текущего строительства. В 2021 году запланировано строительство пяти жилых комплексов премиум-класса в Алматы. Строительная компания «Гей-7 Групп». Нам доверяются. Понедельник, 29 марта. Вещаем в начале недели, что, поверьте, очень сложно для нас, ведущих первого городского. Ведь вас, дорогие телезрители, надо не просто разбудить, но и наполнить позитивными эмоциями. Поэтому мы готовы поделиться с вами самыми свежими и полезными новостями. А одним из последних приятных сообщений стало, что в России, Симферопольском районе, волонтеры восстанавливают дом ветерану. А в Китае, в городе Циндау, цветут вишневые деревья. Просто прекрасно. А вот еще канадец бегает по снегу босиком и устанавливает рекорды. Интересно, а вот в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса. Конечно, животному повезло, но кто мог над ним так издеваться? Или это случайность со стороны людей? Кстати, читал, что в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 20 магнитов. Представляете? Видимо, не доглядели родители, а медикам огромная благодарность. И напоследок еще военные развернули баннер «Спасибо врачам» на вершине в западном Саяне. Произошло это в рамках акции по скай-альпинизму. Видеть позитивное в обычной жизни сейчас – это редкость. Видеть красоту в глазах родного и любимого – тогда это летик. Прекрасный подарок, потому что здесь есть разные уходовые средства для волос, лица и тела. Прекрасные маски, бальзамы, скрабы. Не перестаю восхищаться в том числе и бальзамами для губ, что сейчас актуально. Когда после долгой и продолжительной зимы нам недостают витаминов. Отчего кожа сухая, в том числе страдает и кожа на губах. Но бальзамы для губ от летик – это просто находка. Увлажняет, предотвращает сухость и шелушение. Нежно сияют, плюс просто потрясающий аромат и вкус. И все – это летик. Да, подарки любимым дарить надо не только в празднике, но и просто так. В апреле мы отмечаем День смеха, День космонавтики, День козы-курпеши БНСУ – это День любви по-казахстански. Так что присматривайте и подбирайте подарки в летик. А мы, раз уж заговорили о датах, давайте полистаем календарь. Французы сегодня отмечают один из самых любимых гастрономических праздников – Национальный день сыра. Этот продукт по праву является предметом всенародной гордости, а по объемам его потребление Франция занимает первое место в мире. Недаром говорят, что в этой стране производят столько сыров, сколько дней в году. Хотя, по некоторым данным, сегодня их существует гораздо больше. Без сыра не обходится ни один французский завтрак, обед или ужин. В честь праздника многие рестораны предлагают гостям комплексное меню из 7-8 разновидностей сыра всего за 1 евро. А еще сегодня День рождения отмечает самый популярный безалкогольный напиток в мире – Кока-Кола. Сейчас в это трудно поверить, но изначально он создавался как лекарственное средство от головной боли. Оригинальный рецепт запатентовал американский фармацевт Джон Пембертон. И сделал он это 29 марта. Он приготовил отвар из листьев коки и добавил в него смесь сахара с кофеином. На первых парах продавали это чудо-снадобье исключительно в аптеках и по рецепту. Дизайнер Фрэнк Робинсон разработал фирменный логотип Колы, который остался неизменным и по сей день. Чуть позже в напиток стали добавлять газированную воду. А после смерти Пембертона американский бизнесмен Азо Кендлер выкупил заветный рецепт за 2300 долларов и усовершенствовал его, добавив в состав секретный отвар из трав. В 1893 году Кендлер официально зарегистрировал бренд Кока-Кола, который живет и процветает и сегодня. Ежегодно 29 марта на территории России официально отмечают праздник, который называется День специалиста юридической службы в вооруженных силах Российской Федерации. Это знаменательная дата для всех юристов, работающих в военной сфере. Цель этого профессионального праздника – возрождение, а также развитие обычаев и традиций военных, повышение статуса воинской профессии. Кто относится к военным юристам? Это офицеры, получившие образование по юриспруденции и на сегодняшний день занимают одну из должностей в специализированном суде, прокуратуре, других органах, которые принадлежат именно к военной юстиции. В их число также входят преподаватели военных учебных заведений. Без военных специалистов невозможно представить страну. Они следят за порядком и помогают правильно трактовать изданные законодательные акты. 29 марта все сотрудники юридической службы России получают торжественные поздравления от своих коллег и руководства. Те, кто отличился, награждаются подарками, премиями, грамотами и воинскими званиями. Сегодня отмечают День фортепиано – международный праздник фортепианной музыки, основанной группой единомышленников немецкого композитора Нильса Фрама. Он проводится во всех уголках мира каждый в 88-й день года по числу клавиш на фортепиано. Целью фестиваля является создание платформы для проектов, связанных с фортепиано, продвижение, развитие и продолжение обмена многовековым опытом фортепианного искусства. В этот день, по идее, по всему миру проходят различные мероприятия, в основе которых выступления современных пианистов. Также сегодня День бездомного человека. Это ежегодная акция солидарности с людьми, которые оказались на улице. Этот день был установлен в 2017 году по инициативе фонда «Нужна помощь» благотворительной организации «Ночлежка», интернет-портала «Такие дела». Дата была организована, чтобы менять представление о бездомных людях, чтобы привлекать общественное внимание к бедам тех, кто остался без крова. Чтобы говорить о проблеме бездомности и показывать, что от беды никто не застрахован, люди оказываются на улице из-за комплекса социальных и экономических сложностей, личных трудностей, проблем со здоровьем и нехватки сил. День бездомного человека – это хороший повод, чтобы заговорить об этой большой проблеме в СМИ и социальных сетях. И еще об одной неофициальной дате праздника – сегодня День шампиньонов. Шампиньоны по праву считаются самыми популярными и любимыми грибами не только на нашем столе, но и во всем мире. Рецептов шампиньонами можно насчитать сотни. Это и украинские крученики, французский жульен и крем-суп, итальянские пиццы и паста с соусом, сочные салаты с зеленью и овощами, пироги и даже фаршированный гусь. Помимо замечательно гастрономических качеств, шампиньоны также обладают многими полезными и лечебными свойствами. Смотрите, калорийность шампиньонов очень низкая – всего 27 килокалорий на 100 грамм сырья. Шампиньоны имеют высокую пищевую ценность. Белки – 4,3 грамма, жиры – 1 грамм, углеводы – 0,1 грамм, пищевые волокна – 2,6 грамм, вода – 91 грамм. Шампиньоны содержат витамины А, бета-каротин, группы В, С, Е, макроэлементы, кальций, калий, магний, натрий, фосфор, хлор, микроэлементы, железо, йод, кобальт, молибден, фтор, хром, цинк, жирные кислоты. Вот такой вот это продукт. А у кого перечисленные блюда вызвало желание позавтракать, мы со своей стороны можем лишь пожелать вам приятного аппетита! Здоровья и процветания вам желает наш партнер – медицинский центр «Сад Долголетие», который превосходно провел день открытых дверей с консультацией специалистов и угощениями. Кто давно хотел попасть на прием к доктору Чи, специалисту из Китая, мог в этот день посетить его бесплатно. Вот такие акции они проводят. Следите за их страничкой в Инстаграм и будьте в курсе всех медицинских новостей. Кстати, раз уж завели разговор о здоровье, то мне хочется также напомнить о здоровье наших глаз. Ведь хорошее зрение берег – это очень важно, особенно сейчас, когда мы практически зависим от различных гаджетов, которые негативно влияют на наше зрение. Но наш партнер «Оптика Плюс» всегда рядом. У них вы можете абсолютно бесплатно проверить зрение и провести компьютерную диагностику, а также примерить и выбрать стильные очки. Ведь солнце уже яркое, и свои глазки надо беречь. Для тех, кто только присоединился к нам, напомним, вы смотрите утреннюю программу с Жайна Цулейменовой и Бериком Жексагалиевым. И прямо сейчас небольшой рекламный блог, после которого мы будем встречать наших гостей. Доброе утро, наши дорогие! Для тех, кто присоединился, мы хотим напомнить, что вы смотрите программу «Новое утро» с Бериком Жексагалиевым и Жайна Цулейменовым. А нам пора встречать наших гостей. И сегодня у нас в студии прекрасная мама особенного ребенка Алия Умерзакова, руководитель Центра коррекции «Логаритм». А также Марат Аналбаев, педагог-психолог, ЭБИЭй-терапевт. Здравствуйте! Доброе утро! Мы рады вас видеть. Встречаем вас. И хотим побыстрее ознакомиться, узнать про ваш центр. Вы являетесь руководителем Центра «Логаритм». Когда открылся ваш центр? Как давно он работает? Вообще я работаю с 2012 года с детьми с различными расстройствами. То есть не только с детьми с расстройством аутистического спектра, а определенно с детьми с задержкой в развитии речи. То есть я в первую очередь логопед. Логопед, психолог, дефектолог. Я обучалась в Башкирии, в Израиле, в Казахстане. И мой путь постоянно, обучение, он растет. Я сейчас обучаюсь на нутрициолога. То есть понимание того, что... Питание, да? Да. Все зависит от состояния ребенка, от физиологического состояния ребенка. То есть это и питание, это и нейронные связи. Если мы подключаем, почему... Меня многие спрашивают, почему выходит результат у детей? Вот такой быстрый, яркий. Перевернулась ли я? Почему я говорю побыстрее, да? Потому что действительно сейчас это очень актуальный вопрос. У многих родителей дети не разговаривают, да? То есть есть какие-то проблемы с задержкой речи, да? Вот. Именно ваш центр работает и с этим тоже, да? Именно с этим, да. То есть когда ребенок в год и шесть месяцев не реагирует, в два года, когда он не разговаривает, когда у него есть определенные состояния, когда он не имеет коммуникации с родителями, тогда нужно бить тревогу. А вот как же вот некоторые говорят, что до пяти ребенок не разговаривает, ничего? Нет, ждать не надо. В настоящее время сейчас очень много заболеваний, которые нужно корректировать сразу. В раннем возрасте. То есть ранняя диагностика, ранняя коррекция, она дает очень хороший результат, и ребенок идет в нормотипичную школу, в обычную школу. И, соответственно, многие родители думают, если ребенок не проговаривает звуки, да, или не проговаривает вообще слова, ничего страшного, он заговорит. То есть этого ждать не надо. Наш центр ориентирован на то, чтобы скорректировать детей с различными расстройствами, в том числе с расстройством аутистического спектра. И в этом наш специалист Марат, он именно как ABA-терапист, это научно доказанная методика, которая, то есть по всему миру, для того, чтобы поведенчески скорректировать ребенка, взаимосвязь родителей улучшить. Вот в этом случае наш специалист подключается, и мы подключаем очень много разных инструментов для того, чтобы ребенок заговорил, начал коммунитикатировать, начал общаться с обоими сверстниками, как нормотипичный ребенок. Слово о вашем центре, мы знаем, что в вашем центре есть оборудование, которое вы привезли из Санкт-Петербурга. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать? Это дом Савы, я в 2018 году выиграла грант на 2 миллиона 860, ну, около 3 миллионов, да, 2 миллиона 876 тысяч, в общем. Чутко. Да, сам факт того, что когда мы прорабатывали, там очень важно, почему знать свою сумму, это грантовские деньги, и из-за этого нужно иметь возможность на эту сумму приобрести то оборудование, которое будет помогать таким деткам. Это дом Савы. По сенсорной интеграции ребенок начинает работать именно для того, чтобы запустить физиологический процесс. То есть, по-нашему, это ЛФК, да, но там много разных таких функций, где проигрывая, ребенок в бесстрессовой ситуации начинает работать. И, соответственно, его мышечный тонус, его нейронные связи начинают работать очень хорошо, запускается именно на сенсорное восприятие, хорошо работает это оборудование. У нас очень много передовых оборудований, такие как Томатис. По Казахстану, мы единственные, которые имеют специалисты, которые работают, ну, то есть мы приглашаем специалистов из Москвы. То есть не нужно ехать никуда, да? Не нужно никуда ездить, да, не нужно никаких затрат в другую страну. Да, многие думают, что где-то там лучше. На самом деле, в стенах нашего города могут родители получить очень хорошую коррекцию, потому что именно здесь мы нацелены на то, что я сама, являясь мамой особенного ребенка, ребенку моему 16 лет, она обучается в нормотипичной школе, в обычной, в 8 класс. То есть этот путь, то, что проходит, да, родители, я прохожу сама вместе с ними. То есть и я понимаю каждого родителя, боль каждого родителя. Соответственно, часто бывает так, что родитель съездил в тот же Оренбург, получил как бы коррекцию. На самом деле, просто изменение расстояния, оно имеет место, что ребенок начинает меняться, потому что 24 на 7 находится с мамой, которая не отвлекается ни на какие бытовые... Ну да, 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 бытовые процессы, да, да, именно занимающие... Соответственно, да, и появляется ощущение, что изменения именно дали там. Потом они приезжают в город, растрачивая все свои сбережения, по сути, и здесь они уже не обращаются никуда. И ребенок еще хуже уходит в регресс. И, соответственно, я обращаюсь к мамам услышать. Многие не знают, что у нас есть такие методы, как томатиз, как бак биоакустической коррекции. Многие думают, что только в России это есть. Многие за баком едут в Оренбург, на самом деле. Но я хочу обрадовать, у нас есть такая процедура, которая запускает речь, которая дает конкретный толчок. В сутках видны изменения. То есть многие родители, даже с логоневрозом. Логоневроз – это заикание, да, многие родители, которые столкнулись с заиканием, они знают, что такое логоневроз. И дети, которые имеют такое тяжелое состояние, они понимают, что время терять нельзя. Ребенок каждый раз все больше и больше начинает стесняться своей речи. Ну да. Да, и вот именно бак, он очень хорошо помогает, и родители видят. На седьмых, двенадцатых сутках, что у ребенка прошло заикание. То есть вы даже измеряете это в сутках. Да, да. И дети, которые с расстройством аутистического спектра, у нас есть такой метод, как томатиз, там также в сутках видно, что ребенок начал обращать внимание на окружающий мир, на своих родителей. Ну это вот благодаря, наверное, и оборудованию, и вашим специалистам. Расскажите, пожалуйста, о ваших специалистах. Это самое неотъемлемое. Вот на самом деле все бы это оборудование не работало бы так, если бы не работали наши специалисты. Непосредственно я хотела бы представить и проговорить, что у нас такой специалист именно поведенческий. Э-Би-Эй-Терапист. А даже терапист, да. Терапист. Что это? Я в первый раз слышу. Это специалист, который работает с детьми, используя прикладные поведенческие методики. Ну, аботерапия – это самое популярное, да? Но на самом деле помимо аботерапии существует еще уже на сегодняшний день большое количество поведенческих методик, которые тоже используют методы прикладного анализа поведения. В чем суть этой терапии, этого метода? Метод изучает вообще закономерности социально значимого поведения. Допустим, если мы хотим сформировать желаемое какое-то поведение, мы должны поставить себе четкую цель, допустим, у ребенка нежелательное какое-то поведение. Да, мы должны узнать причину, какую функцию исполняет это нежелательное поведение. А как дети раскрываются? Я знаю, что эти дети, они особо чувствительные, мало говорят, да, и меньше коммуницируют. Как вам удается найти подход к этим детям? Это действительно очень хороший вопрос, так как вообще, чтобы поставить диагноз расстройства аутистического спектра, да, он должен соответствовать двум критериям. Это дефициты социального взаимодействия и коммуникации и стереотипное поведение, да. Ну вот, теперь, в чем заключается суть дефицита именно социального взаимодействия? Ребенок не хочет, как будто бы у него нету такого естественного желания вступить именно в социум. Ну, допустим, если это ребенок в детском садике, либо у себя дома, не вступает в игру, допустим, с детьми, не вступает в отношения, не устанавливает эмоциональный или глазной контакт с матерью, да, во время кормления, либо там, пеленания, либо там. Вот тогда уже можно заметить. Уже можно заметить. В саде кормления даже, да, грудной. И хороший вопрос был поставлен, как это сделать, чтобы вытянуть все-таки его, да, вот именно. А вот используются для этого такие методики, это нужно найти именно подкрепляющий стимул, да, как вот говорится научным термином, то есть что ребенка интересует во внешнем, в окружающем мире, да. Сейчас существуют такие протоколы, где вот можно выявить, что конкретно ребенка может интересовать, там, допустим, создать иерархию подкрепляющих стимулов, да, что ребенку нравится там на первом месте, на втором, на третьем, на четвертом и так далее. И тогда вот эти вот, можно вот эти вот предметы использовать при работе с детьми. То есть, я поясню, вы не ставите перед ребенком сразу новые задачи? Да. Вы, исходя из его интересов? Исходя из его интересов, да. Нет, смотрите, здесь я хотел бы немножечко разграничить, да, именно вот желаемые предметы, которые нравятся ребенку, это может быть игрушка, это может быть лакомство какое-нибудь, оно может быть какая-то деятельность. Посмотреть что-то, да. Мультик, или, например, сходить в хэппи-лоу, например, да, можно с ним, допустим, договориться, да. Вот самое главное. Если, допустим, ребенок, допустим, не втягивается, вот, допустим, не хочет заниматься, показывает, допустим, нежелаемому поведение, да, а моя задача, допустим, научить его все-таки, чтобы сотрудничать со мной, чтобы он сел, занимался, какое-то время уделил, да. Вот, и, конечно, я, зная то, что ему нравится, я ему показываю, допустим, есть такой шаблон, например, сначала и потом визуальную информацию ему даю, в картинках, да, смотри, сначала ты позанимаешься, а потом, допустим, ты получишь то, что ты хочешь. И только тогда уже... Изначально вы договариваетесь с родителями, да? Да, конечно, мы изначально консультируем родителей, это в первую очередь. То есть от консультации зависит дальнейшая коррекция. То есть во время консультации я проговариваю не только как логопед, как запустить речь, да, например, а именно все вот эти вот функции. То есть была ли внутриутробия, вот во время беременности и до беременности какие-то предрасположенности, потому что очень часто родители спрашивают, почему у меня такой ребенок. Да, вот, кстати. Да. Как определить? Такое, то есть, вот, как Марат сказал до этого, что есть ряд, можете проговорить? Да, есть вообще, чтобы поставить расстройство аутистического спектра, да, вот, ребенок должен, как бы, отвечать двум критериям. Дефициты именно в чем? Именно в коммуникации и в социальном взаимодействии. Ну, допустим, вот часто говорят, допустим, ой, мой ребенок говорящий, а это значит, что он коммуникативный. На самом деле это не так может быть. Так. А что значит коммуникация? Это обмен информацией, по сути. Диалог. Я что-то, например, хочу. Так. Да, ну, например, я хочу печенье. Я хочу обратиться, допустим, к маме, потому что, допустим, печенье находится на верхней полке, я не могу достать. Но чтобы обратиться, нужно использовать речь. Я использую эту речь и обращаюсь именно в контексте коммуникации. Я обмениваюсь информацией. То есть я говорю маме, дай мне печенье, мама получает информацию от меня и дает ответ. То есть дает мне печенье. То есть произошел обмен информации. Поэтому суть коммуникации. Да. А зачастую бывает такое, что дети как раз-таки с расстройствами аутистического спектра не используют речь в коммуникации. Они используют... Жесты. Такое вот механистическое использование речи. Сами собой могут что-то говорить. Я хотела бы, да. Какие-то... А вот насчет коммуникации. А есть ли такие дети, которые разговаривают больше с родителями, но вот именно в обществе... Не разговаривать, да. Это тоже является признаком? Это один из признаков. Это не всегда является именно с расстройством спектра. Не связано. Но это определенные расстройства. То есть когда ребенок не имеет... Это психологический барьер. Тоже может быть такой. Мы для родителей проводим тренинги. То есть для того, чтобы они понимали, а действительно они столкнулись с тем... То есть волнений очень много, переживаний очень много. Не всегда родители имеют возможности сразу попасть, потому что детей очень много. На сегодняшний день это более 6 тысяч детей, которые зарегистрированы... В Вашингтоне? Нет, не в нашем. По региону. Вообще в регион. Да, по региону. Это статистика. И все эти дети, получается, они родители детей, соответственно, они в состоянии тревоги находятся. Не все родители понимают, что с ребенком именно вот то состояние, которое мы выявляем. Не все сразу понимают. Многие родители думают, значит, ребенок избалованный. На самом деле начинают в начале, в самом начале, в год и 6 месяцев, в год и 8 месяцев подходить к неврологам. Невролог тоже не может сразу определить. Не всегда. Обычно нам что говорят? Подождите 5 лет. Да, подождите. И в этот момент лучше обратиться к тем специалистам, которые именно занимаются с такими детьми. То есть вот я непосредственно вот закончила Башкирский университет именно по сопровождению ПМПК. То есть мой охват обучения, он непосредственно направлен на то, чтобы выявлять таких детей. Выявлять и давать дальнейшую коррекцию, успешную коррекцию. И по поводу израильского обучения, там тоже. Мы когда в Израиле обучались, мы обучались для того, чтобы понимать, как помочь и взрослым людям. То есть у нас в тихо работающие с родителями. Да, эти дети взрослые, молодые люди, которые будут завтра иметь возможность трудоустроиться. Но многие этого не имеют. У многих родителей тоже есть такое переживание. В дальнейшем наш центр, вот вообще, в моих планах, так как и у меня ребенок растет 16 лет. То есть для того, чтобы трудоустроить таких людей. То есть дальнейшая поддержка даже во взрослой жизни. То есть, да. Вот следующий год – это социального предпринимателя. Непосредственно, вот я очень благодарна Всевышнему за то, что он познакомил меня с таким человеком, как Анна Рулубековна, которая имеет сама такого ребенка, и она понимает нашу боль. То есть, и она все свои силы и возможности направила на то, чтобы именно социальное предпринимательство, социальные вопросы поднимались не только в регионе, а на масштабе вообще всей страны. И вот следующий год, он будет социальным предпринимателем. Год социального предпринимателя. Когда могут трудоустраивать таких людей, и, соответственно, государство будет определенные субсидии давать. То есть для того, чтобы облегчить и родителям возможность. Действительно, мне кажется, это большой шаг в том, чтобы и родители, потому что многие родители боятся за своих детей. И сами начинают ограничивать их во всем. То есть меньше контактируют, меньше общения у них с другими детьми. А это, мне кажется, застарчок. У них страх, что мой ребенок не справится. Очень частый страх, что мой ребенок не такой, как все. Когда ребенок маленький, у родителей встает такой вопрос. Ребенок маленький, ничего страшного, он просто еркелит. Когда уже ближе к школе, сильная тревога родительская. А как же мы пойдем в обычную школу? И если эта тревога начинается, ну, хотя бы за три года раньше, например, в три, в шесть, в четыре года, в три года, тогда можно скорректировать и успешно направить в нормотипичную школу. Когда у родителей идет такой вопрос, а как же дальше обучать, работать, трудоустраивать? Вот тогда я родителям говорю, никогда не сравнивайте ребенка с нормой ребенком. То есть вы попадете в стресс. То есть очень часто родители складывают руки и говорят, все, мой ребенок, ну, просто вот такой, какой есть, и закрывают его в четырех стенах и не дают ему возможности, по сути, развиваться. Сколько у вас сейчас детей занимаются в вашей школе? У нас садик. У нас садик и у нас центр. То есть при центре и при садике. У нас до 15 детей мы имеем возможность взять в одну группу, и до 15, в младшую и в среднюю группу, до 15 детей. Это со скольки до скольки лет? Это мы берем с двух, с двух, да, с двух с половиной, ближе к трем, да, и до четырех, и дальше уже с четырех до шести лет. Бывает так, что у нас на практике, что именно детки скорректированные, мы отправляем и не держим, стараемся. Если у ребенка, например, все в норме, уже мы откорректировали, мы непосредственно рекомендуем сады. Норма сады, чтобы ребенок уже мог плавно перейти в норма школу. То есть, понимаете, вот такие вот моменты. Мы поговорили вот о центре, о сотрудниках, и, наверное, поговорим о самом хорошем, это о результатах, которые есть на данный момент. Результаты, вот я говорю, то, что именно наши детки имеют возможность поступить в нормы типичную школу. Мы корректируем и направляем в нормы типичные садики, чтобы ребенок плавно перешел. Я помимо того, что вот у меня центр коррекции, учебный центр, я еще, меня приглашают как специалиста в пять садов. Это в Булбул садик, это в Кожек, это Манакбалакай, это Житаю. Вот такие сады, которые именно норма типичные сады. И в тех садах тоже выявляются такие детки. То есть вы сразу определяете? Сразу определяю, да, и я многим родителям проговариваю, что очень часто бывает так, что ребенок, находясь в нормы садики, не всегда получает коррекцию. Лучше получить ее в квалифицированном саду, а потом, чтобы он плавно перешел, да. И вот если родители это видят и знают, что у них не совсем ребенок вписывается в нормы, то есть если они понимают, что ребенок отличается от нормы типичных детей, то пускай обращаются. Сразу, да? Какие у вас планы у вашего центра на будущее, да? Планы вот расшириться и увеличить именно возрастной критерий. То есть чтобы взрослые, молодые люди, которые имеют ограниченные возможности, могли трудоустраиваться. То есть чтобы вот путь от детства и до взрослого состояния. Еще раз хочу вас поблагодарить, что вы к нам пришли. Да, сделали наше утро. Я хочу сказать, сегодня в гостях у нас была Алия Умерзакова, руководитель центра коррекции «Логаритм», а также Марат Аналбаев, педагог, психолог, ЭБИА, терапист. А мы продолжаем и встретимся с вами после рекламного блока. Доброе утро, друзья! Ну а мы продолжаем наш эфир, и следующие наши гости затмили нас своей красотой, еще не успев зайти в студию. Это Ахмаржан Альжанова и Шамшарах Хадржан, которой всего лишь 9 лет, и буквально на днях она стала маленькой мисс Актьюбе. Доброе утро и поздравляю! Здравствуйте! Какая у тебя красивая корона, и ты сама очень красивая! Спасибо! Я рада тебя видеть, что ты пришла в нашу студию. Ну спросим про конкурс. Да, как тебе? Как прошел конкурс? Давайте у мамы спросим, да? Да, как готовились, можете все рассказать. Мы хотим все знать. 6 марта был объявлен кастинг. Девочки, мы эту информацию узнали в инстаграме у Азамата Саина, и решили поучаствовать, потому что у нас были уже готовы номера, платье было готово, все было готово. То есть все получало участвовать в конкурсе? И прошли кастинг. Отбирали, ну, в общем, на кастинге участвовали где-то 60 девочек примерно. И отобрали из них 11. На подготовку всего лишь... Около двух недель? Около, нет, 10 дней. Даже 10 дней всего лишь. Дали подготовиться, да? То есть такая жесткая конкуренция, я чувствую, 60 человек, прошли всего 11, да? Да, но победительница сейчас рядом с нами сидит. У меня есть такой нескромный вопрос. Ты знала, что ты выиграешь? Сначала знала. Чувствовала? Чувствовала, да, что ты выиграешь. А сколько готовились вы? Как готовились? Ну, у нас столько... Вы уже знали, что будет? Ну, какие этапы будут? Да, этапы конкурса из трех номеров. Первая – это визитка, танц-труб, вторая – это творчество и третья – дефиле. Дефиле. А вот можно сказать тему, да, конкурс? Тема конкурса была... Конкурс был посвящен 30-летию Казахстана. И у нас была фишка, второй номер творческий. Песня из ее репертуара, она так как занимается вокалом уже 3-4 года. У нас в репертуаре была песня про Казахстан. Мы эту песню спели вживую. Ты еще и поешь. А чем вообще любишь заниматься? Я люблю заниматься вокалом, фортепиано. И хожу на танцы. Еще и на танцы ходишь. То есть ты такая творческая натура, да? Тебе всего 9 лет, и ты уже выигрывала маленькую, но уже месяц в октябре. Какие у тебя планы на будущее? Какие еще конкурсы хочешь выиграть? Своими словами будешь рассказать. Я хочу выиграть в конкурсе Балада Усе. Это вокальный конкурс? Да. Мы желаем тебе удачи. Ты обязательно выиграешь его. Балада Усе – это конкурс, который проходит во всей республике и отбирают с одного региона только одного ребенка. Скоро уже начинается кастинг. И вы, то есть, закончили один конкурс и выиграли? И уже готовитесь к другому, да? Да. Еще помимо, вот, ты ходишь в модельную школу, да, в Делинске. Почему решили отдать модельную? Модельную, так как она девочка, чтобы сама-то видеться, чтобы… Поувереннее быть? Да, поувереннее быть. Ну, даже я сейчас вижу, что она для девятилетней девочки сидит очень уверенно. Скажите, пожалуйста, у вас одна дочь? Она у нас в семье первый ребенок, долгожданный. Так как ее имя Шамшарак, мы очень серьезно относились к его имени, к выбору имени. Также вижу, что вы серьезно относитесь к тому же, чем она сейчас занимается. Да. С детства вообще Шамшарак очень активный ребенок. С трех лет она начала петь, и мы начали заниматься первые танцы. Она занималась хореографией. Потом с пяти лет мы начали уже заниматься вокалом и игре на фортепиане. А вы еще и на фортепиане играли? Да, на фортепиане играем очень даже хорошо. В филармонию отдали ребенку? Нет, мы частно занимаемся. А, в частной школе. В данное время она еще, помимо этого, учится в музыкальной школе, в школе искусств имени Казангапа по классу Житеген. Еще дополнительно мы ходим на английский и неплохо разговариваем тоже на английском. Как ты шамшарак, нет свободного времени? Скажи, пожалуйста. И еще обучаем на инструменте Сассерна, это Исклина такой вот инструмент. У нее с увлечением, как хобби. Девять лет такой плотный график, да? Да. Ну, мама вот занимается. С такой мамой все успеешь. Занимается. Скажи, пожалуйста, есть любимые предметы? В школе. В школе, да. Какой предмет есть? Физкультуру и музыку. И музыку, действительно. Творческий, спортивный человек, да. Вот у меня вопрос к вам, как к маме, вот когда объявили победить, и когда вот вы поняли, что ваша дочь победила в городском конкурсе, какие у вас были первые ощущения, помимо гордости, само собой? Помимо гордости у меня как бы от волнения вообще эмоций не было. Я сидела просто, смотрела. Неудоумевая, да? Да. Потому что за кулиси ждать вот этого момента вообще, да, не передать словами. Напряжение чувствовалось. Да, напряжение. Кто за тебя голосовал? То есть кто пришел тебя поддержать, кроме мамы? Подружки пришли или обзавидовали, сидели дома? Нет, подружки пришли, да. Поддерживали тебя. Они твои настоящие подружки. Да. А какие у вас ваши личные планы, связанные с вашей дочерью, на будущее? На будущее? Я не знаю, кем она станет в будущем, но может быть она изменить свои приоритеты. Я всегда буду поддерживать ее в любом ее начинании, так как она разносторонняя у меня. Я знаю, что она у меня очень талантливая. И всегда буду поддерживать ее. Действительно. Ну, с такой мамой, мне кажется, любые вершины тебе покорятся. Скажи, пожалуйста, какой ты рассказывала стих? Да, кстати, мы знаем, что ты рассказывал стих. Я рассказывала... Чем ты покорила жюри? Мне вот интересно, какое стихотворение ты рассказала? Я рассказывала о себе, о школе. Можешь сказать? Да, именно стих можешь просто сейчас рассказать. Скажи, пожалуйста. Я не знаю, что ты рассказывал. Звучит музыка. Звучит музыка. В интересах своего ребенка и всячески пытаются помочь. Звучит музыка. То есть она пела еще песню. Песню вживую. А что за песня? Песня, написанная на слова Мухарали Махатаева, называется «Хазармай». Эту песню она исполняла вживую. И она очень тяжелая песня. Там есть очень высокие ноты. Нужно было это дотянуть. У нее были волнения. Горло в тот день в таком полости болело. Но она справилась. Справилась. Очень действительно. Тебе так идет эта корона. На самом деле. Чтобы ты всю жизнь была такой. Я не побоюсь этого слова. Вы действительно примерный родитель. Можете, пожалуйста, нашим телезрителям, нашим родителям, которые нас смотрят ранним утром, дать пару советов. Поздравить их с прошедшим праздником Новый Рыс. И просто пожелать всего хорошего. Пользуясь эфиром, я хочу поздравить вас, ведущих, и всех актюбинцев, казахстанцев с праздником, весенним праздником Новый Рыс. И желаю каждой семье счастья, благополучия, достатка и, конечно же, здоровья. Чтобы воспитать такого ребенка, нужно воспитать его, когда он даже не родился. И нужно заниматься с малых лет. И эти усилия твои не пройдут даром. Вот как раз мы и видим, в виде сертификата и вашей результат. И еще хочу поблагодарить организатора этого прекрасного, красивого конкурса Азамата Саина. И спонсоров, которые поддержали этот прекрасный проект. Олег Лошкиц. И там Мармелад Китс, Мармелад Бар. Еще и других спонсоров. И других спонсоров. Давайте вот можете посмотреть, да, можно сертификат. И вот рядом у вас календарь, да? Да, это календарь нам подарил Азамат Саин. Он личный, да, с фотографиями. Сертификат на Гран-при. Вот так приподнимись, посмотрим. Большой сертификат. Благодарим базу участия в конкурсе. И подарок от детского магазина Алия Кошкиц на 100 тысяч тенге. Еще она выиграла поездку в Азербайджан Fashion Week. Ух ты, вот это у нас. А когда состоится эта поездка? Пока мы еще не обсуждали эту тему. В 9 лет такие путешествия. Мы хотим тебе просто пожелать удачи. Не сдавайся. Ну, я еще раз повторюсь, да, с такой мамой, как у тебя, мне кажется, ты все преодолеешь. И для тебя это будет очень-очень легко. Спасибо. Я еще хотела сказать. За эти 10 дней у нас были три профессиональные фотосессии. Это первая с короны. Там было интернет-голосование в странице Азамата Саина. И на лайки и комментарии. И на лайк одно платье было подарено. И на комментарии тоже. То есть кто бы приобрел? Нет, мы не забрали там девочки. Две девочки выберли два платья таких, шикарно платья от магазинов детских. И вторая фотосессия у нас была в Мармеладбаре. С одеждой Алия Кошкиц. Третья с национальными украшениями от ювелирного бюджета. С национальными украшениями. То есть ты профессионально уже, да, умеешь позировать, показывать одежды. Ты же профессиональная модель уже. Может, ты тоже пожелаешь юным девушкам, девочкам, как преодолеть свои страхи, сомнения и участвовать в любых конкурсах. Пожелаю нашим телезрителям. Да, да, да. Наурыз, біріншеден наурыз мерекесе күтті болсын. Не волнуйся. Она еще и скромная, я не могу. Она красивая, скромная, еще и конкурс выиграла. Ну, в общем, мы вас благодарим, что вы пришли к нам сегодня в студию. Озарили нашу студию, да? Да, студия еще красивее стала. Благодаря тебе, благодаря твоей маме мы хотим вам пожелать здоровья, счастья, успехов. И в предстоящем конкурсе только победы. Вам также. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня были две прекрасные девушки. Это Ахмаржан Альжанова и Шамшарак Кадржан, который 9 лет. Это новая маленькая миссис Актьюбе, которая выиграла конкурс буквально пару дней назад. Здоровье превыше всего. Наша гостья Алия очень правильно подчеркнула в разговоре некоторые детали. Но здоровье – это не только генетика, это еще и работа над собой. И в этом вопросе немаловажное значение имеет здоровое питание, которое предлагает наш партнер Fresh BioFood. Ведь у них разработан целый комплекс, который поможет вам сбросить вес. Ведь лето не за горами, и мы все готовимся к купальному сезону. А еще это отличная профилактика для очищения организма. Контакты нашего партнера вы видите сейчас на экране. Не знаю, как вы, а я получила порцию позитивных эмоций. Два гостя абсолютно разных. Алия как символ борьбы и надежды. Организатор, мама и победительница конкурса «Маленькая мисс Актьюбе». Тоже как символ победы. С такими гостями всегда приятно беседовать. Да, только эфирное время у нас завершилось. И пора прощаться. Но ненадолго, ведь завтра вас встретят ведущие программы Жанатан. А в среду Дима и Маша заступят на свой пост ведущих утренней программы. Мы же хотим напомнить, что генеральным спонсором нашей программы является строительный холдинг K7 Group. Строительная компания K7 Group – ведущий застройщик Западного Казахстана. Более 15 лет работы. Актау, Атырау, Актобе, Алматы. 15 зданных объектов. Котентный городок. 105 таунхаусов. Микрорайон Шанура. 7 тысяч семей проживают в наших домах. Квартиры от мини-студий до пентхаусов. Коммерческая недвижимость и два бизнес-центра. Стану в эксплуатацию более миллиона квадратных метров. 15 жилых комплексов возводится сегодня по Казахстану. Жилые комплексы. Более 20 партнеров. Входим в топ-10 застройщиков Казахстана по объему текущего строительства. В 2021 году запланировано строительство пяти жилых комплексов премиум-класса в Алматы. Строительная компания K7 Group. Нам доверяют. А также нашими партнерами является корейская косметика Gemma. Отличный подарок для всех. И профсервис, который приведут вашу бухгалтерию в порядок. Покажут, как правильно упаковывать бизнес, чтобы он приносил доход уже в первые дни. С ними работать одно удовольствие. Потому что они одни из лучших в своей сфере деятельности. Вы только загляните на их страницу в инстаграм. И убедитесь сами. Здесь самые последние новости из мира цифр. На этом мы прощаемся с вами. Этот час вы провели с нами. С Бериком Жаксоголеевым и Жайна Цулейменовой. Желаем вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...